Перед встречей с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп получил от сотрудников Белого дома более 100 страниц материала, в которой говорится о жесткой позиции по отношению к Кремлю, однако большинство из них были проигнорированы президентом. Об этом пишет Washington Post с ссылкой на чиновников президентской администрации США дипломатов. Собеседник в Белом доме отметил, что в выходной перед переговором Трамп критиковал решение Минюста США предъявлять заочное обвинение в вмешательстве в президентские выборы 12 офицерам российской разведки. По словам источника, президент посчитал, что прокуроры специально выбрали этот момент для выдвижения обвинения, чтобы навредить ему с политической точки зрения. Выступая на совместной пресс-конференции с Путиным, после саммита в Хельсинге, американский лидер назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера катастрофой для нашей страны. В США комментарии Трампа немедленно вызвали резкую реакцию. Американский сенатор-республиканец Лэнси Грэм, член Комитета по вооруженным силам, обычно поддерживающий Трампа, заявил, что выступление президента демонстрирует слабость США. Грэм написал в своем твиттере, что президент Трамп упустил возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство выбора 2016 года и выступить со строгим предупреждением по поводу будущих выборов. Этот ответ президент Трампа будет расследить Россию как в листах слабости и создать большие проблемы, чем раньше. Сенатор Маккейн заявил, что сегодняшняя пресс-конференция в Хельсине была одним из самых позорных выступлений американского президента в истории. Ущерб, нанесенный наивностью Трампа, его самовлюбленностью, ложным восприятием и симпатии к авторитарным лидерам, сложно оценить. Пол Райан, один из ведущих республиканцев в Палате представителей, сказал, «Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы и продолжает попытки пошутнуть демократию здесь и по всему миру. Нет никакой моральной эквивалентности между США и Россией, которая по-прежнему враждебно настроена к нашим основным ценностям и идеалам». Уходящий в отставку сенатор штата Аризона Джефф Флейк, регулярно критикующий Трампа, заявил, «Никогда не думал, что наступит день, когда американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возглавлять на США вину за российскую агрессию. Это стыдно». Конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзенгер заявил, «Американский народ заслуживает правды и пренебрегает легитимностью нашей разведки и неуважения к людям, которые служат этой стране. Пора посмотреть правде в глаза. Путин нам не друг, он враг нашей свободы». Демократы тоже возмущены комментарием Трампа. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, «Он поверил словам человека из КГБ больше, чем словам сотрудников ЦРУ. Президент поставил собственные интересы и высшей безопасности благополучие Соединенных Штатов Америки». А вот что заявил Арнольд Шварценеггер. «Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путином, и мне было неловко. Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделать с ним селфи, что-то типа того? Вы выглядели, как маленькая мокрая лапша».